Колесо обозрения, зеленый театр – все это должно быть в будущем в Центральном парке культуры и отдыха. Его благоустройство начнет с этим летом, сообщает сайт городминистрации. В порядок будет приведена территория вокруг зеленого театра. Также в парке планируется устроить дополнительное освещение. Но что будет с ветхой детской площадкой, на которой страшно играть? Ну вот, качель, например, сломанная песочница. Вот у меня формана, получается, как бы запределный песок развален. Горка, вот у горки примерно, наверное, лет, как мне. Может быть, больше. В общем, уже хотелось бы, конечно, площадку лучше. Честно говоря, в плачевном состоянии. Хотелось бы, чтобы здесь было побольше, тем более парк центральный все-таки. Как-то больше удобства и, по крайней мере, хотя бы вот те небольшие карусельки, которые есть, чтобы они были в порядке. Сломаны качели. Другие качели вросли в землю. В горке, скорее всего, нарушен стандарт. Точно я установить не могу. При съезде ребенок с высоты порядка 5-10 сантиметров соскакивает на землю и ударяется. Соответственно, происходит деформация позвоночника. По соседству спортивная площадка. Казалось бы, все сделано для людей. Однако состояние ее также оставляет желать лучшего. И игра в футбол здесь может закончиться травмой. Бежишь порой, цепляешься и половину за собой несяшь. Покрытие, потом огородку, ну и сетки на это повесить. Здесь выкрашено покрытие, что при игре в футбол человек может зацепить за это покрытие и упасть. Один из щитов висит и в любой момент может отвалиться и, возможно, кому-то упасть по голове. Члены партии КПРФ выступили с предложением, что парк нужно будет полностью благоустроить, чтобы он стал таким, например, как парк Горького. Но за детскими площадками надо следить и ухаживать. Многие горки, качели, карусели уже практически в непригодном состоянии. Вроде бы провели очистку пруду, но толку от этого никакого. Сегодня заговорили о возрождении колеса обозрения Зеленого театра. Ну, будем надеяться, что только лишь планами дело не ограничится. Почему бы городу не вложить средства в развитие главного городского парка? Это будет не только на пользу местным жителям, гуляющим в парке с детьми. Ну, и здесь можно будет проводить все городские мероприятия, начиная от фестиваля и заканчивая государственными праздниками с концертами и фейерверком. Не будет необходимости в перекрытии площади Ленина. Здесь же, по мнению партии КПРФ, можно было бы проводить различные мероприятия, а не только делать это на площади Ленина. Огромные пространства парка подходят для этого. Фонтаны, детские и спортивные площадки, лодочки у Рюминского пруда украсили бы Центральный парк культуры и отдыха. Кстати, реконструкция площади Ленина породила больше проблем, чем плюсов. Это неудобство как для пешеходов, которым теперь подолгу приходится стоять на стафоре, так и для автолюбителей, которым час пик с трудом удается повернуть на Краснорядскую улицу с Горького. Большие претензии возникали у городозащитников и к рабочим на площади, которые порушили древнюю брусчатку. А современная плитка вываливается и докучает прохожим. Самый главный вопрос, зачем все это было нужно и сколько реально денег ушло и еще уйдет. Ведь почти год назад был анонсирован второй этап реконструкции площади, который потребует еще больших вложений. А ведь можно было эти средства пустить на благоустройство, развитие Центрального парка культуры и отдыха. Мы будем в городской думе добиваться поддержки данной инициативы. Люди, которые любят гулять в Центральном парке культуры и отдыха, заниматься здесь спортом, считают, что эту территорию давно уже пора благоустроить. Партия КПРФ поддерживает их и полагает, что средства необходимо переориентировать и направить их в нужное русло. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».